Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу о том, каких необычных питомцев можно встретить в китайских домах. Я думаю, что по массовым увлечениям китайцев можно судить об их уровне жизни, чтобы нам не вещал зомбоящик по этому поводу. В России самым популярным предметом собирательства является жрачка. Ну, еда в смысле. Но у некоторых замечена страсть к коллекционированию денег и предметов роскоши. Но почему-то в нашей стране это позволить себе могут единицы из миллионов. Я опять отвлекся. Итак, сверхнеобычные домашние животные в китайских домах. Казалось бы, Китай перенаселен и в тесных квартирах места не хватает даже людям. Но китайцы очень любят домашних животных, особенно экзотических. Люди со средствами таким образом демонстрируют свой статус, а молодежь подчеркивает индивидуальность. На фото миниатюрная лисичка Фенек, родом из Сахары и Северной Африки. Этот вид стал популярным домашним животным. Купить такого зверька можно за 2-3 тысячи долларов. Экзотическими питомцами в Поднебесной владеют около миллиона человек. Это по официальным данным. Особым спросом пользуются виды, занесенные в Красную книгу. Их продажа в Китае, как и в большинстве стран мира, запрещена. Но порой таких животных можно найти на обычном птичьем рынке. 53-летний Лю Фен с питомцем своего сына, Чакской рогаткой. Вид обитает в Бразилии, Аргентине, Боливии и Парагвае. Лягушка на фото одна из 30, живущей в маленькой квартирке Лю Фена и его сына в центре Пекина. 32-летняя Лу Тин Тин владелица успешного зоомагазина в центре Пекина. Здесь живет ее любимец, трехмесячный енот Полоскун из Северной Америки. 26-летний Шао Цзяньфен с аллигатором Янзы в своем доме на окраине Пекина. Этот вид аллигаторов находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства и рекультивации водно-болотистых угодий и внесен в Красную книгу. По оценкам экспертов, в Восточном Китае осталось лишь около 100 особей. 25-летний Лю Джао Бэй с грифовой черепахой. Вид, обитающий в юго-восточных штатах США, занесен в Красную книгу. Лю начал коллекционировать животных в детстве, и теперь у него более 30 различных лягушек, 3 аллигатора, множество змей и черепах. 27-летняя Ян и ее нарядный попугай. Девушка уволилась из СМИ и основала свою компанию по изготовлению и продаже костюмов для попугаев, спрос на которые растет с каждым годом. Благородный зелено-красный попугай в природе обитает на севере Австралии, на Южно-Маулокских и Соломоновых островах, а также в Новой Гвинеи. В настоящее время в Китае владение некоторыми видами птиц, в том числе попугаев, незаконно. 31-летний Вэй Джен и его сомалийский шипохвост. Ящерица, обитающая в северо-восточной части Сомали и Восточной Эфиопии. Вид находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. Шао Цзэнь Фэнь со своим гребнистым крокодилом. Взрослая особь может достигать 6 метров, что делает его самой крупной рептилией в мире. Цена животного на черном рынке может достигать 1500 долларов. В дикой природе они встречаются главным образом в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Шао Цзэнь Фэнь – обладатель пяти крокодилов и двух крупных змей. 20-летний Хуан Цзэнь Чэнь с домашним питоном. Хуан сначала просто коллекционировал экзотических животных, а потом начал продавать их на птичьих рынках Китая. Он собирает змей со всего мира, с большим интересом относясь к гадюкам и питонам. 25-летний Цзэджуй со своей короткохвостой шиншиллой. Шиншиллы обитают в горных районах Южной Америки. Из-за массовой охоты за их ценным мехом занесены в Красную книгу. 30-летний Ван Кэ и три ящерицы из его питомника. Малый Новокалидонский, полосатый, гребнистый и ушастый Новокалидонский гекконы. Эти гекконы встречаются только в лесах Новой Калидонии в южной части Тихого океана. Многие из видов гекконов находятся на грани вымирания из-за вырубки лесов, лесных пожаров и нелегальной торговли дикими животными. 27-летняя Мао Юэнь со своим питомцем сахарной сумчатой летягой. Это животное обычно встречается в лесах Австралии, Индонезии и Новой Гвинеи. Оно стало популярным питомцем в Китае из-за его небольшого размера и неповторимого внешнего вида. Купить такую белочку можно за 600 долларов. Макакрезус на руках ветеринара в пекинском магазине. В настоящее время большинство видов приматов незаконно в качестве домашних животных. Но многих молодых людей этот запрет не останавливает. Они считают, что экзотические животные придают им вес среди сверстников. В дикой природе макакоррезус в основном встречаются в Юго-Восточной Азии. 29-летний Лю Хуац Юнь с жуком Халькосома Атлас, одним из крупнейших жуков в мире, получившим свое название в честь могучего титана из греческой мифологии. Этот вид встречается в Малайзии и Индонезии. Ли также собирает пауков. Их у него около 200. 38-летний Дзянь Вэй перед аквариумом с черноперными рифовыми акулами. У Дзяня свой магазин на птичьем рынке в Пекине, где он продает от 3 до 5 акул каждый месяц, примерно по 600 долларов. Этот вид акул обитает в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона и внесен в Красную Книгу. 36-летний Джан Бо и его мексиканский красноколенный паук-птициед на пекинском птичьем рынке. Этот вид обычно встречается в пустынях Аризоны в США и некоторых регионах Мексики. Джан начал собирать пауков в 2007 году, а в 2014 стал продавать их в собственном магазине. А Китае все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания. Мир Вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok